вообще величайшую мудрость которую только может постигнуть человек да то есть если вы ее постигаете то отлично если не постигаете иногда заглядает нам люди случайно в youtube идет же трансляция в ютюбе идет трансляция в фейсбуке идет трансляция в телеграме ну понятно в телеграме все подписаны те кто на трансляции все подписаны на канал поэтому случайных людей нет в телеграме правильно теперь в фейсбуке я думаю тоже нет случайных людей то есть идет трансляция на странице в икра и уже много лет мы как раз начинали раньше развала трансляция только фейсбуке и значит на странице в икра идет в фейсбуке трансляция а вот в ютюбе трансляция в нее заходят случайные люди часто просто вот человек заблуждал по ютюбу и каким-то образом он попадает иногда они попадают я думаю на них это шок так куда куда они попадают что за мудрость соломона вот но тоже они не зря попадают потому что всевышний он каждого ведет индивидуально и исключительно по какому-то пути который он не случайный не может быть чтобы человек случайно вот оказался здесь потому что перед вот этой вот его точкой всегда была предыдущая точка а все предыдущие точки то они не случайные все предыдущие точки они же они же как бы сочетаются из причинно-следственные связи закон сохранения энергии там все то есть все очень в этом мире очень синхронизировано назовем это так и вот мы сейчас узнаем книги экклезиаст который написал царь соломон каэлит мы узнаем а как она работает как она синхронизирована и мы остановились на том что ни один человек не видит и не увидит никогда давайте прочту вот то на чем остановились все делает бог прекрасно в свой срок все мог делать прекрасно в свой строк вот как раз иллюстрация на экклезиат иллюстрация да что человек он же планирует свои действия но результат он зависит от всевышнего потому что ты никогда не знаешь что будет через секунду с окружающими людьми человек он даже с собой внутри он даже не знает какая у него следующая мысль придет и у него миллион разных внутри вариантов он собой даже не управляет а окружающим миром вообще не управляет теперь говорит царь сам он все бог делает прекрасно в срок теперь можно с этим соглашаться можно не соглашаться это выбор человека но бог знает и царь соломон знает что все делается в срок когда надо тогда и делается если тебе не надо то это к тебе вопрос потому что твой внутренний мир это не более чем твой внутренний мир а реальность это фактическая реальность поэтому ты можешь ее описывать как полупустые стаканы полуполные но царь соломон мудрейший из людей и всевышний которые делают реальность они сказали что все бог делает прекрасно в свой срок всему свой срок мы до этого уже прочитали срок рождаться срок умирать срок все срок собирать посаженная срок любить срок ненавидеть всему свой срок и все если это уже произошло значит значит все это от всевышнего и лучше всего понять что всевышний творец мироздания делает все прекрасно и гам и тау лям на танк были бам и он дал весь этот мир он дал в сердца человека без того чтобы нашелся хоть один человек в мире который бы знал все что делает всесильный от начала до конца то есть любой сидит например там с умным видом значит какой-нибудь там комментатор гордон да я вам точно говорю соловьев да я вам точно говорю кроме слова точно он больше ничего точно не говорит это слово точно звучит то по-разному иногда это точно иногда экзекли иногда слово точно можно сказать как бедюк на иврите да поэтому сколько бы человек не утверждал что он знает что будет через минуту не знает никто не знает все теперь дальше следующий отрывок ядатель и тут царь сам он делает вывод ки-эн-тоф-бам он говорит тогда получается о чем в жизни заниматься он говорит ки-им-ли-с-мо-ах вели-асот-тоф-бэ-ха-я радоваться и делать добро в жизни своей он говорит все тогда если все непонятно да все непонятно так тогда чем заниматься радоваться и делать добро а чем еще заниматься хорошо дальше он говорит вот и мы дошли к к сегодняшнему уроку, значит, девятый урок. И также каждый человек, что кушает и пьет, и видит, и видел он добро в своем труде, он говорит, это подарок от Бога. Он говорит, смотрите, то, что человек будет сильно напрягаться, много думать, что-то делать, он говорит, это все не гарантирует ему вообще позитивного результата. Ну, никак не гарантирует. То есть, если есть позитивный результат, то что? Надо, говорит, понять, что это подарок от Бога. Все. Подарок от Бога, и вот эти вот подарки надо ценить, надо им радоваться. Почему? Потому что до этого мы учили, был такой отрывок, если я не порадуюсь тому, что у меня есть, кто же порадуется? Если я не буду радоваться, да, то кто же порадуется? Так, кроме меня. Тому, что есть у меня. То есть, зачем тогда работать, если ты радоваться не умеешь? У меня есть клиенты в индивидуальном коучинге, да, вот очень успешные люди. Но они именно почему стали успешными такими, да, относительно, но все же в этом мире относительно? Они стали очень успешными, потому что они не умели радоваться. Представляете, какой парадокс? То есть, он все время, недостаточному было то, что у него было. Он все обесценивал. И он из-за этого все время бежит за какими-то, значит, мифическими, там, миллиардами, да. Теперь его спроси, ты счастлив? Вообще нет. Ты собой доволен? Вообще нет. У тебя вообще деньги есть? Он говорит, нету. Потому что мне-то надо миллиард, а у меня каких-то несчастных, там, 10 миллионов долларов. Что это? Деньги разве? То есть, получается, что? Если человек не умеет радоваться, так не важно, сколько у него. Не важно, у него тысяча пятьсот или, там, пять тысяч или десять тысяч, или сколько у него есть, не важно, ему всегда мало. И он говорит, что если у человека получается хорошо покушать, попить и увидеть результаты своего труда, хоть какие-то, хоть промежуточные, то что это подарок от Бога. Радуйся сразу, и что дальше? Ядати говорит. Теколь, Ашер, Ясе, Айлаим, Уи, Елеу, Лам. Он говорит, все, что сделал Всесильный, это будет навечно. К нему невозможно ничего добавить, и оттуда невозможно ничего убрать. И Всесильный сделал так мир, что Ирумилифанавш. Всесильный так сделал мир, чтобы боялись его. Значит, что здесь имеется в виду? Вот смотрите, например, спроси ученых, да, каких-нибудь ученых, что там, скажи что-то вообще про мироздание. Он скажет, ну, был большой взрыв, хотя этот взрыв никто не видел, это они так думают, что был большой взрыв, у них есть предположение, теория. Это же, они всегда пишут маленькими буквами теория. Теория это то, что не доказано, это типа вот может быть, это предположение. У ученых, у них, на их языке теория, это типа, есть у меня такая идея, переводится. И говорят, разлетается, разлетается, все куда-то разлетается, куда-то все летит, Вселенная расширяется, куда-то она расширяется. А что внутри? А внутри, говорят, закон сохранения энергии, ничего не исчезает. Все переходит из одной формы в другую, и нету, ничего не исчезает, исчезнуть ничего не может. А добавить, спросят заинтересованные слушатели, да, а добавить можете ученые? Они говорят, добавить тоже ничего не можем, мы можем взять что-то и перевести в другую какую-то форму, это да. Но добавить что-то принципиально, да, новое, то есть мы можем соединить, смешать, мы можем, как бы, перевести из одного состояния в другое, но добавить невозможно. Этот царь Самон сказал 3000 лет, что все, что сделал Всесильный, Всесильный это творец мироздания, творец природы, да. А вот Всесильный, само слово, оно переводится, не переводится, его, как бы, математическое числовое значение, на иврите, есть у каждой буквы цифра, такое же, как у слова природа. Вот когда говорят Вселенная, да, пусть Вселенная мне поможет, они просто ошибаются, у них дефект речи, они имеют в виду Всесильный. Вселенная это Всесильный, Элоим. И когда кричат мусульмане Аллах, Акбар, они имеют в виду, на иврите это переводится, Элоим, Всесильный. Есть Всевышний, говорят, Всевышний это, ну, на русском языке вообще сложно, вот, Всевышний, да. Элильон на иврите называется, Бог в Высшее, тоже есть такое слово, Всевышний, Высший. Но есть два главных слова, которые обозначают Всевышнего. Когда мы говорим про Бога, вот в молитве, например, Шма Исраэль, слушай Израиль, Адойной, Элоэй, но вот это слово Адон, оно все же здесь условное обозначение. Любое слово это ярлык. И естественно, что когда мы говорим о Творце Мироздания, надо понимать, что любое слово, которое мы используем, это не более как попытка описать неописуемое и впитнуть в какое-то там одно слово или одно описание. Это как простая вещь, да, я всегда привожу этот пример. Если человек какой-то кушал фейхуа, вот он кушал фейхуа. Фейхуа это такой фрукт, да, такой фрукт, вот такой есть фейхуа, не все его кушали. Просто поэтому я привожу пример. И когда человеку, который кушал, его просят, те, кто его не кушали, «Опиши мне фейхуа, ну вот фейхуа-то опиши». Он говорит, ну что фейхуа, как я тебе опишу фейхуа, если ты его не кушал фейхуа. Ну фейхуа это, и он даже фейхуа не может описать. Тем более, когда мы говорим про Всевышнего, про Бога, Творца Мироздания, который создал всю эту вообще Вселенную Мироздания, сотворил, создал, то все попытки описать, они, надо понимать, что это очень условные попытки. Поэтому мы их расставляем и двигаемся дальше. А почему Бог сделал, чтобы боялись, почему Бог сделал, чтобы боялись его, да, тут написано, что Бог создал Мироздание и сделал, чтобы боялись его. Смотрите, как устроен человек. Еще Маши рабы, но когда народ Израиля подходил к Израилю, да, он сказал, что, говорит, вот вы зайдете в эту землю, и будет у вас все хорошо, и будете вы благоденствовать. И скажете вы, То есть, когда у человека все хорошо, он начинает выдумывать, или он выдумывает, что у него плохо, или же он, как принцесса на горошине, он, значит, будет до последнего момента искать какие-то чувственные наслаждения, что-то ему все время будет надо, вот еще какого-то удовольствия, еще. Но он забудет Всевышнего. Он скажет, если мне хорошо, зачем мне кто-то еще нужен? Это я. Но как только плохо, как тревога, так до Бога. Как только самолет падает, все молятся. То есть, если посмотреть, значит, следи человек, и, значит, все, Всевышний спаси только, значит, все сделай, все, что надо сделать, все, что вообще, только-только спаси. Поэтому Всевышний сделал так, как он смысл вообще сотворения человека и мира. Это в соединении человека с Богом и в переходе на свой же божественный уровень. То есть, есть у каждого опция перейти на более высокий уровень своего развития. Это то, что Всевышний хочет от нас. И как этого добиться? Всевышнему приходится, значит, как родители, которые любят очень своих детей, но они говорят, а до тебя по-другому, типа, не докричишься. Они орут на детей, там, бьют их иногда, да? Их спросят, а зачем? Ну, я хочу ему как лучше, как лучше я ему хочу, а он, значит, не понимает. И давай его, значит, наказывать, да? Так вот, Всевышний тоже, он то объясняет, вот эта книга, это объяснение, почему и как служить Всевышнему. Или же он сделал, чтобы боялись его. Теперь дальше, 16 отрывок 3 главы. Он говорит, теперь, если мы посмотрим на вот это вот мироздание материальное, которое кажется нам единственным возможным и настоящим, он говорит, что это все, то, что уже было, значит, то, что было, оно есть. И всесильный он помогает Ганимому. Вообще непонятно. Вот такой человек прочитает, думает, что здесь вообще? Но, слава богу, видите, есть устная Тора. Это вот одна книга с комментариями. Вот, значит, другая книга с комментариями. Вот еще там у меня штук 10 есть книг с комментариями, которые приводят устную Тору. И здесь нам объясняется, что материальный мир – это проекция. То, что было – это и есть. То есть, то, что в материальном мире мы видим как событие, например, да, это проекция того, что уже в духовном мире уже произошло и было спроектировано до этого. Но дальше он говорит, что такое до этого. Значит, вообще в духовном мире нет понятия до этого, потому что там нет понятия времени. То есть, там идет некая другая реальность, отражением которой является материальный мир. Теперь, а что за фраза такая, что всесильный, он, Ивакеш, это как бы он просит, а, он спросит вот так. Ивакеш – это спросит, на русский самый точный перевод. Он спросит за Ганимова. Значит, что получается? Вот, например, есть какой-то человек, которого убили, не дай бог, да, или даже давайте возьмем ограбили. Ограбили. Вот, есть какой-то человек, его ограбили. Теперь, мы-то знающие люди, мы знаем, что без воли Всевышнего его не могли ограбить. Логично? То есть, ограбить его без воли Всевышнего невозможно. И поэтому, поэтому, если его невозможно ограбить без воли Всевышнего, значит, такова воля Всевышнего. Как говорят многие люди, когда у них что-то пропадает, они говорят, ну, значит, Всевышний взял деньгами, наверное, мне суждено было потерять, и вот хорошо, что я только это потерял, могу больше потерять и так далее. Где же я что-то не так сделал, надо разобраться. Так говорят знающие люди. Теперь, допустим, мы идем по их версии, и мы говорим, что у него что-то пропало, потому что оно должно было бы пропасть. Теперь, ну, тут проходит день, ловят этого, ловят он, тот, у кого украли, или ограбили его, или что-то, он, то, что называется, раскаялся. Он говорит, ой, все, теперь я понял свою ошибку, вот тут я не додал, тут не поблагодарил, тут я, значит, от Всевышнего получаю, получаю, ни разу спасибо не сказал, все понял, осознал, исправляюсь, спасибо Всевышний, сел целый день, говорил спасибо за все, что получал, подарок от Всевышнего, если что-то получается, мы сегодня учили, это подарок от Всевышнего. Сел человек, и там вы прям конкретно, знаете, есть люди, все, значит, мне сейчас 40 лет, начиная с первого дня, за первый день жизни, спасибо Всевышнему, что я родился, спасибо за второй, спасибо, что родился и выжил, за третий, спасибо, что родился, выжил и покушал, за четвертый, спасибо, что родился, вышел, заболел, выздоровел, спасибо, и за всю жизнь он, допустим, за два дня поблагодарил за каждый год, за каждый день своей жизни. Тут звонок ему из полиции, и говорят, вы знаете, поймали мы грабителя, возвращаем мы вам денежку, уважаемый человек, значит, деньги ваши возвращаем, вещи возвращаем, все, грабителя поймали. Вы говорите, ну это же от Всевышнего было, я уже и раскаялся, и все уже как бы хорошо, и от Всевышнего, значит, мне вернулось, вернулось, тоже хорошо, спасибо Всевышнему, а с грабителем-то что? А грабителя осудить будем? Наверное, ему лет пять придется за это отсидеть. Вы говорите, секундочку, но если все было от Всевышнего, значит, значит, причем тут грабитель, его, значит, послал Всевышний, его не надо осудить, я хочу ему сказать спасибо, благодаря ему я стал религиозным, хазар-тибет-шувас, там он вообще полностью раскаялся, стал хорошим человеком, всем в жизни сказал спасибо, у меня все наладилось, а мне еще и деньги вернули, вообще идеально, за что ему сидеть? А полицейский и говорит, вот этот отрывок из Экклезиаста, он был такой верующий, ходил на родивая икра, он говорит, 15-й отрывок, Всесильный спросит за Ганимова, да, грубо говоря, тот, кто, именно конкретно этот грабитель, его никто не заставлял, чтобы именно он украл, то есть у Всевышнего был, тому, у кого украли, было положено, вот на данном этапе своей жизни пришел срок ему потерять, например, да, то, что должно было быть, и он потом, приняв решение, свобода выбора, раскаяться, исправиться и так далее, он своими новыми, добрыми делами, поступками и так далее, он изменил свою ситуацию на небе, ему вернул Всевышний, то, что ему было положено, но тот, который был грабитель, он же не от Бога получил приказ украсть, он сидел и думал, так, ну что, мне сегодня пойти грузчиком поработать, чтобы денег заработать, или пойти обокрасть кого-то, пойду лучше я ограблю кого-то, и то его выбор, ограбить кого-то, даже если все Всевышний так подстроил, что то, что украли, это было специально, чтобы следствие предыдущих действий того, у кого украли, и в итоге все это хорошо, то есть, тот, у кого украли, он раскаялся, он там сделал массу добрых дел, исправил все свои ошибки в жизни из-за этого, он благодарен Всевышнему, и этому ворон, говорит, это самый счастливый день в моей жизни, что у меня украли, я бы иначе не задумался, а так я задумался, у меня все в жизни наладилось, полицейский говорит, не-не-не, вот тут написано, что вся система работает очень точно, и если кто-то делает зло, то он за это будет наказан, как раз сегодня, 7 октября, и все те злодеи, которые делали зло, и которые поддерживали тех, кто делали зло, которые поддержать того, кто делает зло, это такое же зло, и все, кто поддерживали Хамас, и те, кто хлопали в ладоши, раздавали конфеты, и то, что у них сейчас разрушена газа, это от Всевышнего, от Всевышнего, это следствие того, что они, злодеи, пришли, убили, ограбили, изнасиловали, сожгли, невинных людей, и, теперь вы скажете, секундочку, а те, которые погибли, что с ними, до этого мы возвращаемся, Всевышний сделал, чтобы боялись его, он сделал так этот мир, что человек живет в среднем 70-80 лет, в 1950 году, человек жил в среднем 50 лет, Всевышний так сделал, что 100 лет назад, 50% детей умирали до года, потому что так работает вся система, болезни и так далее, сейчас, благодаря подаркам Всевышнего, мы живем дольше, дети умирают полпроцента при родах, умирает, ну там, 0,49% в среднем по миру умирает при родах, а было раньше 50, 50% разница, Всевышний так сделал, что в этот мир кто-то приходит на меньший срок, кто-то на больший срок, кто-то так, кто-то так, то есть, вся система работает тут, это Бог всесильный, он так сделал, да, что человек смертный, но злодея Всевышний всегда накажет, то есть, система работает справедливо, 16-й отрывок, вы отраите тахат ашемеш, он говорит, еще одну вещь видел я под солнцем, маком амишпад, место суда, там злодей, там злодейство, и место справедливости, там злодейство, как вообще, не понял, это, кстати, тоже объяснение, теперь есть небесный суд, который полностью справедливый, есть земной суд, который несправедливый, прямо он говорит, что земной суд, под солнцем, который, место суда, место мишпада, да, там злодейство, и место справедливости, там злодейство, значит, он нам говорит тоже такую вещь, что люди, когда судят, даже в суде, даже суде, они очень часто в земном суде обманывают, и прямо написано в устной торе, что, в Пертео вот есть такая мечта, что за искривление в суде приходят войны, за то, что люди сами в мирное время не судят убийц, их не казнят, потому что по торе умышленного убийцу надо казнить, это факт, нет варианта, чтобы, прям Бог говорит в торе, умышленного убийцу надо казнить, он пролил кровь, для него искуплением является, чтобы его убили, ему же лучше, если он умышленно хотел лишить жизни кого-то, если он маньяк, если он убил 10 человек, то для него является искуплением и исправлением, и для общества, и для мира, чтобы его казнили, все, это Бог самый добрый, самый милосердный, если общество говорит, а мы не будем, мы милосерднее Бога, мы б злодеем, будем проявлять милосердие, да, как в Израиле, там, зашли два араба, вырезали семью, пять детей, в колясках, резали их, убивали, да, и они сейчас сидят в тюрьме, и приходит этот синуар, крыса, и говорит, а выпустите этих убийц, выпустите их, давайте, сейчас обменяем их, хватает заложников, это проблема общества, общество не имеет права оставлять умышленных убийц в живых, это очень портит все законы, потом приходят воины, вот это то, что здесь он говорит, вместе суда там злодейство, и вместе справедливости там, о, а вот тут тогда непонятно, вместе справедливости там злодейство, как это понять? Есть вот на сегодня, тогда мы на этом закончим, есть прекрасный комментарий, вместе справедливости там злодейство, есть прекрасный комментарий Бен-Ишхая, Бен-Ишхай был такой великой раввин, он жил в Багдаде, был гений, знал все, Кабалу все, и он объяснял этот отрывок так, Он говорит, смотрите, в месте справедливости там злодейство. Что это значит? Спроси любого человека, преступника, того же Синуара, ты чем занимаешься? Он скажет, восстанавливай его справедливость. Иран стреляет 200 баллистических ракет, каждая ракета может убить. В школу упала одна ракета прямо во двор школы. Слава Богу, Всевышний сделал чудеса, никто не погиб. Но они говорят так, мы за мир. Мы то, что ракеты послали, 200 ракет баллистических, мы за мир, говорят эти иранцы. Это как вообще? Они сумасшедшие? Или они... Это то, что здесь написано, что там, где человек делает самое большое зло, он это объясняет справедливостью. От сдака есть такое слово наибриде. Оправдать себя. И он приводит очень такой яркий пример. Приходит один человек к Ролину и говорит, вы знаете, хочу я, сделал я грех. Я признаю, сделал я грех. Как мне его исправить? Помогите мне, объясните. Тот говорит, ну, сын мой, а какой же ты грех сделал? Он говорит, я после еды, значит, есть по самым строгим религиозным законам, после еды нужно обмыть вот так вот пальцы, да, именно пальцы после еды. И после этого сказать благословение после еды, помолиться. Он говорит, я не обмыл пальцы после еды, не сделал это омовение рук в моем охране. Ролин говорит, ну, это, конечно, нарушение правил, да. Но, говорит, что сделать? Ну, не нарушай больше. Все, значит, как бы, ну, нарушил. Это, конечно, нехорошо, но ты молодец, что пришел, решил за это, как бы, раскаяться. Все, а чего же ты не обмыл-то пальцы, говорит? Он говорит, нет, ну, я не обмыл пальцы, там у меня было, у меня было, на самом деле, оправдание. Я не обмыл пальцы, потому что, пальцы же обмывают перед чтением благословения после еды, а я благословения после еды не читал. Так поэтому я не обмыл пальцы. Тот говорит, секундочку, но благословение после еды – это заповедь истории, потому что в Торе прямо написано, и будешь кушать, и насытишься, рассытишься и благословишь Господа Бога твоего за то, что Он дал тебе еду, землю, все. Это надо, это очень серьезная заповедь. Почему же ты не благословил-то после еды? Он говорит, нет, но тут у меня есть оправдание. Тут я, как я мог благословить после еды, если я ел некошерную еду? Тут, говорит, так нельзя есть некошерную еду. В Торе написано, что есть кошерное животное, есть некошерное. Некошерное нельзя есть. Ты нарушил уже, ну, очень серьезные заповеди. Почему же ты нарушил? Он говорит, да нет, у меня же есть оправдание. Тут у меня есть четкое оправдание. Я вообще даже, с моей точки зрения, вообще ничего не нарушил, потому что это же был Йом-Кипур. Йом-Кипур, когда вот сейчас приближается Йом-Кипур, это день поста, когда, день, когда вообще нельзя есть, пить. Это день, когда все, как ангелы становятся, молятся. Это самый, самый такой день, когда вообще нельзя есть. Он говорит, так это же был Йом-Кипур. А где в Ёмки-Пур мог найти кошерную еду? Ведь евреи-то все, значит, они постятся. А где мог найти кошерную? Так я, значит, пришлось мне ограбить, значит, залез в какой-то дом и украсть некошерную. Тот ему говорит, слушай, ты злодей же, говорит, ты пришел раскаиваться в какой-то маленькой вещи, что ты руки не обмыл пальцы после еды, а ты-то сделал все преступления, которые только возможно. И он этим примером, Бен Ишхай, он нам показывает, что вместе, там где человек оправдывает себя, там где он отзнакает, это как бы, ну, оправдание себя, придумывание себе каких-то оправданий и отговоров, там и скрывается самое большое зло, потому что человек самое большое зло оправдывает какими-то самыми красивыми лозунгами, да, как фашисты, которые убили полтора миллиона детей, они это оправдывали какими-то лозунгами. И как убийцы, которые, знаете, как меня больше всего удивляют люди, вот не зря же евреев выгоняли из разных стран. Конечно, не зря, потому что те, кто выгоняли, они были такие злодеи, что они друг друга вырезали, они просто вообще живого места друг на друге не оставляли. И они были грабители и убийцы. И именно то, что евреи, находясь в таком окружении, без оружия, без земли, без государства, они ходили, их грабили, они уходили. Их почему выгоняли? Их все время грабили. То есть для того, чтобы ограбить, нужно сказать, нельзя, что даже хулиганы к человеку подходят когда, чтобы его ограбить. Они ему говорят, а что ты так некрасиво разговариваешь? А что ты в наш район зашел? То есть они ищут какую-то причину, чтобы оправдать свое злодейство. Понимаете, как это работает? И вот царь Самон сказал, что, к сожалению, на земле, в том мире, в котором мы живем, который называется мир лжи, люди даже в месте суда злодейства, а там, где они называют справедливостью, как Иран, который говорит, мы за мир стреляем в 200 ракет, там самое большое злодейство. И как вы до этого читали, Всевышний, Он спросит за того, кого по-настоящему преследуют. И каждый, кто делает зло, есть небесная справедливость, которая потом все подравнивает и все восстанавливает. И мы в ближайшее время увидим гибель настоящих злодеев. Уже видим, да, все эти насралы, вся эта верхушка этих Хизбаллы. Мы видим весь этот Хамас, который кричали, что мы там самые сильные, самые мощные, только зайдите, мы всех уничтожим. Мы видим, как Всевышний подравнивает, подравнивает все, и все будет хорошо. Добрым, хорошим, честным людям. Нужно радоваться и знать, что Всевышний нам поможет. Все. Всем удачи, успехов, добра, благополучия, счастья, любви и как можно больше добрых дел, чтобы это и является в этом мире самым ценным капиталом делать добрые дела, благодарить Всевышнего и радоваться тем подарком, которым Он дает. Все. Значит, завтра с Божьей помощью встречаемся в 10.00 и продолжаем изучать третью голову. Спасибо всем, кто помогает в ВАИКРА и всем, кто партнеры, спонсоры, все, кто помогают эти уроки организовать, распространять, делать. У нас целая команда, ребята молодцы, которые все это сейчас поставят, обработают, поставят красивую обложечку, напишут краткое содержание. И на канале ВАИКРА, в Телеграме выходят все уроки потом. Это очень-очень большое, полезное дело. Все. И если вы хотите помочь Всевышнему сделать этот мир лучше, то делитесь этими уроками. Очень классно будет поделиться, как можно, чтобы больше людей посмотрели этот урок. Все. Всем удачи, успехов. До завтра. Продолжение следует...